Это город Эс, меня зовут Инесса Панченко, здравствуйте. Подавляющее большинство наших сограждан являются наемными работниками, и многие из них сталкиваются с тем, что нормы трудового законодательства, изложенные в кодексе, на практике нарушаются. Такие нарушения могут выражаться в том, что с вами не заключили трудовой договор, не включили в документ обязательные для него условия, отказали в отпуске или же неправильно оформили процедуру увольнения. Что же делать, если ваши права нарушаются? Куда можно обратиться за защитой своих прав и интересов? Это тема нашего сегодняшнего эфира. Знакомьтесь, пожалуйста, к нам в студию пришел Александр Бабкин, старший помощник Самарского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. Здравствуйте. Здравствуйте. В июне 1959 года была создана Самарская прокуратура по надзору за заполнением законов на особо режимных объектах. Прежде всего осуществляла надзор за ЦСКБ, за заводом «Прогресса» и иными предприятиями Самарской области, которые непосредственно осуществляют оборонно-промышленный комплекс в своей деятельности. То есть, прежде всего, это отрасли, космическая отрасль, химическая, аэродромная. Основными приоритетами, основными надзорами, которые сейчас являются в нашей прокуратуре, является, прежде всего, надзор за исполнением законов о государственном оборонном заказе, это соблюдение трудовых прав граждан и природоохранное законодательство. А много у нас таких режимных объектов? Много работы? 18 предприятий, и предприятия есть достаточно крупные, как РКЦ «Прогресс». В совокупности на предприятиях работает около 50 тысяч человек, то есть это сродни небольшому городу, как отрадный, к примеру. Ну, а в чем основные различия между, например, районной и специализированной прокуратурой? Ну, прежде всего, специализированная прокуратура, опять же таки, я повторюсь, осуществляет надзор только за этими 18 режимными объектами, нет поднадзорных органов местного управления, проверки зачастую носят конфиденциальный характер, также производится тесное взаимодействие с правоохранительными органами и, в том числе, ФСБ. Все, о чем мы сегодня будем говорить, несмотря на то, что мы говорим об особо режимных объектах, на самом деле трудовое законодательство, оно ведь одно, и, в общем-то, наверное, все, о чем мы будем говорить, будет касаться любого предприятия, любого работника. Поэтому еще раз напоминаю нашим зрителям звонить к нам в студию, задавать вопросы. Если, по-вашему, случилось нарушение трудового законодательства или произошло что-то еще, 202-11-22, и на ваши вопросы ответит Александр Бабкин, старший помощник Самарского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. Ну, а я все-таки попросила бы вас, Александр Владимирович, рассказать, вот какую именно работу ведет спецпрокуратура в сфере защиты исполнения трудового законодательства. То есть, исполнение трудового законодательства является одним из приоритетных направлений прокуратуры. Прежде чем перечислить сухую статистику, хотелось бы пояснить, что такое мера прокурорского реагирования. То есть, это, прежде всего, представление, это акт прокурорского реагирования, которое вносится непосредственно должностному лицу, которое правомощно устранить допущенное нарушение, постановление о отбуждении дела о административном правонарушении, то есть, прокурор вправе возбудить любое административное дело, если есть состав, предусмотренный кодексом о административных правонарушениях. Затем, это подача искового заявления, протест на незаконно-нормативный правовой акт. И теперь немного статистики. То есть, спецпрокуратура в первом полугодии, у нас кратко можно назвать спецпрокуратуру еще, в первом полугодии 2016 года в сфере соблюдения трудового законодательства выявлено 82 нарушения закона, внесено 20 представлений об устранении нарушения закона, при результате рассмотрения которых 40 виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. По постановлению прокурора об административном правонарушении к административной ответственности привлечено 23 виновных лица. Также на незаконный нормативный правовый акт принесен один протест. То есть прокурор при внесении представлений также требует привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. — Выявляются ли нарушения в сфере охраны труда? Это вообще частые нарушения? — В сфере охраны труда, да, являются нарушениями. Нами была запланирована проверка на первый квартал 2016 года, в результате которой выявлено многочисленные нарушения, в том числе не проведение специальной оценки условий труда на предприятиях. — Специальная оценка условий труда — это обязательная процедура, которая необходима для установления вредности, для работников вредности предусматривая дополнительный отпуск, дополнительные выплаты. К тому же на заводах наших, на режимных объектах — это очень актуальная тема. — Вот выявлено вот это нарушение. Потом не выдача средств универсальной защиты также впоследствии может повлечь в совершение несчастного случая на производстве. Не проведение и установленный срок расследования несчастных случаев на производстве. — У нас, согласно правовому законодательству, отводится на этот 15-дневный срок. Если средний вред или тяжкий, а если легкий вред, то три дня. — По результатам принятых мер, по результатам вывода нарушения прокуратуры внесено три представления. Это на РКЦ «Прогресс», на ПАО «Кузнецов» и на «Промсинтез». Также виновны должностные лица данных предприятий, повлечены к административной ответственности. Было возбуждено, вынесено действие постановления о возбуждении дела об административном правонарушении. Акты прокуратуры рассмотрены и удовлетворены, нарушения закона устранены, и должностные лица на общую сумму 73 тысячи рублей повлечены к административной ответственности. — Вот, казалось бы, такие крупные предприятия — это, безусловно, штат юристов, различных специалистов, и понятно, что закон должны все знать и соблюдать. Странно, что так много нарушений на этих предприятиях. — Нарушения допускаются, естественно. Нашу работу их выявлять, просекать. — Хорошо, но вообще вы ведь выясняете, по какой причине произошло то или иное нарушение? По причине незнания законов все-таки или по причине какой-то другой? — Ну, причин, на самом деле, множество. Где-то халатное отношение должностных лиц, поэтому мы и ставим вопрос о привлечении к административной ответственности конкретному должностного лица. Прежде всего, да, у нас в актах прокуратурского реагирования необходимо установить причины и условия выводных нарушений. Чаще всего все-таки это нележащее исполнение должностных лиц, своих должностных обязанностей и влекут данные нарушения. В том числе, можно и в защиту работодателя сказать, но это не умаляет их от нарушения. Огромные предприятия, тоже как «Прогресс», да, не в состоянии иногда провести в срок очень значительную процедуру по специальной оценке условий труда. Но, тем не менее, законодатель никаких поблажек для них не отводит. В связи с этим и допускает нарушения. На предприятиях не любят проверки вообще любого рода. Но, наверное, мне кажется, самая страшная проверка – это проверка прокурорская. И поэтому хочется понять, а вообще, какую ответственность несут руководители предприятия именно за нарушение охраны труда? В сфере охраны труда у нас предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Начнем с административной ответственности. Административная ответственность – общая статья. Это нарушение государственных нормативных требований охраны труда, статья 5.27.1. Предусматривает административную ответственность на виновное должностное лицо, то есть, может быть, руководитель предприятия, либо начальник цеха. Санкция статьи – это от предупреждения. Предупреждение, то есть, либо предупреждение, либо наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 2 тысяч рублей до 5 тысяч рублей, а на юридических лиц – от 50 тысяч до 80 тысяч рублей. Также данная статья предусматривает административную ответственность за нарушение проведения специальной оценки условий труда, то есть, не проведение ее. Здесь санкция уже более наказание строгое. Остается все-таки предупреждение, либо штраф от 5 до 10 тысяч – это на должностное лицо. На юридическое лицо – штраф от 60 до 80 тысяч рублей. Также предусмотрена ответственность за допуск работника без проведения необходимых мероприятий по обучению, требований знания охраны труда. Здесь у нас штрафы на должностное лицо от 15 до 30 тысяч рублей, на юридическое – от 100 до 130 тысяч рублей. Также существует наказание за необеспечение работников средствами медиальной защиты. Здесь санкция статьи предусматривает на должностное лицо штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей, на юридическое – от 100 до 150 тысяч рублей. Также в случае, если работодателям повторно совершены указанные нарушения, а постановление контролирующего органа, то есть в данном случае Государственной инспекции труда, либо суда, вступили в законную силу, при наличии повторного нарушения, штраф взрастает на должностное лицо от 30 до 40 тысяч рублей, либо дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет. То есть, в принципе, руководитель предприятия, если повторно допускает подобные нарушения, которые были выявлены ранее, может быть дисквалифицирован. А на юридическое лицо от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, либо административное представление деятельности на срок до 90 суток. То есть, как видите, нарушения, санкции серьезные достаточно. То есть, речь о том, чтобы просто поговорить, не идет. Да. Также предусмотрена уголовная ответственность. Уголовная ответственность предусматривает уже лишение свободы на срок до 1 года за подобные нарушения. И в зависимости от тяжести, может быть, устанавливаться до 5 лет. А вот скажите, пожалуйста, а каким образом становится в прокуратуре известно о существующих нарушениях? И как вы вообще планируете свои проверки? Прежде всего, то есть, прокуратура каким образом осуществляется надзор? Это запрашиваются аналитические, статистические сведения из контролирующих органов, то есть, из Росстата, из Государственной инспекции труда в Самарской области, из пенсионного фонда. То есть, из пенсионного фонда запрашивают сведения о задолженности по страховым взносам. Задолженность может свидетельствовать о том, что на предприятии что-то не так с финансо-хозяйственной деятельностью, если там огромная многомиллионная задолженность. Соответственно, планируется проверка. И в ходе проверки зачастую скрываются нарушения в сфере оплаты труда. Так, к примеру, в ноябре 2015 года в прокуратуру поступила информация, наша прокуратура поступила информация о наличии крупной задолженности за теплоснабжение от ресурсоснабжающей организации на Авиакоре, Авиакор, Самарский авиационный завод. И была проведена соответствующая проверка. В ходе проверки выявлена крупная задолженность в размере 24 миллионов рублей. Приняты меры прокурорского реагирования, в том числе к Алексею Гусеву, руководителю предприятия, к юридическому лицу наложены штрафы свыше 200 тысяч рублей. То есть за каждый факт просрочки выплаты заработной платы принимались меры прокурорского реагирования, объявлялись предостережения, в том числе о последующем привлечении главной ответственности, если будут допущены подобные нарушения. Данный комплекс мер прокурорского реагирования позволил снизить задолженность и оперативно погасить ее. То есть задолженность образовалась в ноябре, а в декабре ее уже не было. 17 декабря задолженность была погашена. То есть дисциплинируют руководителей, системный подход к строению нарушений. Если вы по каким-то причинам не решаетесь пойти в прокуратуру, но считаете, что в отношении вас было совершено нарушение в сфере трудового законодательства, то вот прокуратура пришла к вам. Можно, собственно, получить ответ на вопрос, не выходя из дома. 202.11.22. Мы работаем в прямом эфире. Сегодня в городе АЭС Александр Бабкин, старший помощник самарского прокурора, по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. И мы сегодня говорим о трудовом законодательстве и трудовых спорах. Вот, Александр Владимирович, да, у нас есть звонок, давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте, я слышу. Скажите, пожалуйста, вопрос к такому плану. Я работал на предприятии, предприятие «Вежим». По долгу службы мне приходилось нанимать людей на выполнение работ. И в итоге с сентября, извиняюсь, в феврале месяц никто из рабочих не получил ни копейки. Руководство предприятия обещает выплатить за зарплату, но эти обещания уже длится в четвертый месяц. Я обращался в трудинспекцию, и извиняюсь, конечно, но там мне вставят обзанец бандитов. Ну, на самом деле, да, нет ничего смешного. Вопрос, что делать, правильно мы поняли? Да, да, да. А можете вы назвать предприятие? Предприятие? О-о-о, по-трижу. Спасибо, вопрос понятен? Да, понятен вопрос. Прежде всего, необходимо обратиться в прокуратуру по месту нахождения данного предприятия. Вот, соответственно, у нас предусмотрена, помимо административной ответственности на данное предприятие, это штраф на руководителя от 1000 до 5000 рублей, и на юрисе к лицу от 30 до 50 тысяч рублей уголовная ответственность. Уголовная ответственность в случае частичной невыплаты зарплаты свыше трех месяцев, либо полной невыплаты зарплаты свыше двух месяцев. Вот, санкции там предусматривают решение свободы, то есть самый строгий вид наказания, до одного года в первом случае, во втором – до трех лет. В том числе также с ограничением, если есть дополнительный вид наказания, ограничение права занимать должность. Но здесь есть еще такой момент, что статья предусматривает данный вид наказания в случае, если есть корыстная заинтересованность, либо иная личная руководителя филиала или руководитель предприятия, кто выплачивает зарплату. То есть, прежде всего, необходимо обратиться в контролирующий орган, то есть это в прокуратуру или в трудоспекцию, все-таки, наверное, в письменном виде, потому что в письменном виде я не думаю, что трудоспекция могла ответить, что вы нанимаете бандитов. И в случае, если будет установлен умысел, руководитель предприятия, как можно, в принципе, сказать, корыстная заинтересованность? То есть работодатель не платит зарплату работникам, но в то же время покупать новый автомобиль для личных целей. То есть он будет рабочий, то есть для работы автомобиля, но все равно это будет личная заинтересованность, и, соответственно, он будет подвергнуть уголовной ответственности. Также при обращении в прокуратуру, прокуратура сначала может вести представление по сравнению нарушения закона. По представлению в течение месячного срока должностным лицом организации, то есть руководителям, должны быть приняты конкретные меры к сравнению нарушений. В случае, если они будут неприняты, то в таком случае прокуратура обратится в суд, если напишет заявитель обращения, его интерес о выплате заработной платы. Ну, то есть совершенно точно, что прокуратура не проигнорирует такое заявление? Прокуратура нет, ни в коем случае не проигнорирует такое заявление, поэтому необходимо обратиться, я считаю. Вот причем, в принципе, можно обратиться в наш, но это не наш поднадзорный орган, мы просто перенаправим. Быстрее будет все-таки по месту нахождения организации. А четыре месяца невыплаты, это вообще... Я говорю, это угол на ответственность. Это, да, большой срок и... Да, да, предусматривает срок до трех лет лишения свободы, но, опять же-таки, здесь должна быть лично заинтересоваться руководителя. А скажите, пожалуйста... Как минимум административный штраф здесь уже будет 100%. Невыплата заработной платы, о которой мы уже несколько минут говорим, это вообще актуальная на сегодня проблема? И вот, не знаю, по вашим надзорным предприятиям актуальна ли она? Да, невыплата заработной платы – это актуальный вопрос. У нас значительная задолженность была на Авиакуре, это я вот рассказывал чуть ранее. А в первом полугодии 2016 года неоднократно выявлялись факты наличия скрытой задолженности, то есть предприятие задерживает заработную плату примерно на от трех до десяти дней. Мы выявляли эту задолженность за счет получения информации от королевских органов. То есть поступает информация о наличии задолженности по страховым взносам. То есть непосредственно мной, как сотрудникам о следующем надзоре, в следовании права граждан запрашивались платежные поручения, выезжал на место, смотрел платежные поручения, выплаты заработной платы и выявлял несвоевременную выплату. Руководители были привлечены к консервативной ответственности. И многие предприятия дисциплинированы, после этого их дисциплинировало, и они не допускали таких фактов задержки. Примем еще один звонок. Алло, здравствуйте, мы слушаем вас. Да, здравствуйте. Я хочу узнать. Я вот работаю на режимном предприятии, у нас сейчас идет волна сокращений. Я предполагаю, что в эту волну могу попасть и я. Вот можно знать, каковы процедуры сокращений и не могут ли меня в чем-то ущемить мои права? Спасибо. Да, это актуальный вопрос, потому что сейчас в связи с финансо-экономической ситуацией в стране многие предприятия производят оптимизацию численности. Я думаю, что почти нет работников, которые в глубине души не боятся попасть под сокращение. Да, есть определенная процедура. В прокуратуре, прежде всего, принимается участие согласно Гражданскому профессиональному кодексу в гражданских делах, а в основном на работе. Поэтому все это подробно изучается в суде. Но, в принципе, работник может, зная трудовое законодательство, заранее предотвратить сокращение, если оно незаконное, элементарно прекратив работодателю, что вот вы нарушили такие и такие цитатии. Но, прежде всего, основные моменты – это необходимо работодателю предложить все свободные вакантные должности. То есть, если сокращают сотрудника, а он видит, что в соседнем отделе есть свободная должность, а он по квалификации подходит под нее, то это будет незаконным сокращением. В суде это проверяется все очень просто. Запрашивается штатное расписание из того же соседнего отдела. Будет видно штатное расписание, что должность вакантная, а ее не предложили. То есть, все это непосредственно основание для восстановления на работе. К тому же, я уже принимал участие в таких процессах и восстанавливаю работников на работе. Также необходимо исследовать преимущественное право работника на оставление на работе. То есть, прежде всего, работодатель оставляет на работе работника, у которого наиболее высокая производительность труда. Да. Вот. И уведомить о сокращении должны работника за два месяца до даты сокращения. Тут основные моменты, а более какие-то тонкости, это все уже в индивидуальном порядке, в принципе. Девушка, которая позвонила, у нее не представилась, да? Нет. Может прийти в нашу прокуратуру, то есть, это средняя садовая 72, наличный прием, и все поясним. Уже посмотрим конкретную индивидуальную ситуацию. Ну, то есть, подстраховаться фактически-то нельзя против сокращения, правильно? Нет, подстраховаться, да, это право работодателя. Вот. Но, опять же таки, говорю, то есть, так же, если являясь сотрудником профсоюза, необходимо мнение профсоюза. Вот. Можно, находясь уже на рабочем месте, основной момент уже предотвратить. Да. Лучше вооружиться заранее и изучить тогда возможности остаться на данном предприятии. Мы слушаем еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Спасибо. Вот хотел проконсультироваться и рассказать о том, что руководитель мой, я знаю, что заработный фонд выплачивает, конечно, не два раза в месяц, как бы в какие-то периоды определенные, но в том числе он еще и допускает такие факты, что не перечисляет в свое время, я знаю, да, со слов Бугасера, что не перечисляют страховые взносы в пенсионный фонд и вот налоги не выплачивать на доход физического лица. Каким образом можно помочь в таком случае? Кому обратиться? То есть в данном случае мы с вами за бюджет переживаем, правильно? За пенсию. Мы за себя переживаем, поскольку из этого будет формироваться наша... Совершенно верно, я про бюджет и говорю. Да, спасибо, вопрос понятия. Обратиться необходимо снова в прокуратуру, написать соответствующее заявление, нами проводится работа на данном направлении. Опять-таки в прокуратуру, где зарегистрировано предприятие, в смысле в этом районе? Если это режимное предприятие, то непосредственно в нашу прокуратуру. Да, если предприятие находится на территории, например, промышленного района, значит прокуратура промышленного района, железнодорожного, железнодорожного. Вот, в принципе, если работник обратится в какую-то прокуратуру другого района, ничего страшного в этом нет. У нас есть соответствующая инструкция, мы перенаправим в соответствующую прокуратуру по месту нахождения. Вот, теперь перейдем конкретно к этому вопросу. Да, необходимо обратиться в прокуратуру. Прокуратура внесет представление в данную организацию. То есть, к примеру, наша прокуратура ведет такую работу, вносим представление. То есть не в налоговую, не в пенсионную, а именно в прокуратуру? Да. В принципе, можно обратиться и в пенсионный фонд. Я говорю, что прокуратура ведет такую работу, занимается этим непосредственно. Можно нести представление, непосредственно наша прокуратура регулярно этим занимается, вносим представление, указываем задолженность и предприятие, то есть гасит указанную задолженность, и работник может не переживать за пенсию. А также человек, который позвонил работнику, сказал, что зарплата выплачивается периодами. У нас, согласно 136 статьи Трудового кодекса Российской Федерации, зарплата должна выплачиваться конкретные дни, установленные трудовым договором, коллективным договором, правил внутреннего распорядка. То есть в каком-то из локальных образовных правах актов или трудовом договоре должны быть указаны конкретные дни. Если же установлен период, то, чтобы выявлялись такие нарушения, то есть, к примеру, зарплата устанавливает в локальном нормативном акте, что выплата зарплаты выплачивается с первой по пятой, аванс с первой по пятой месяца, и окончательный расчет с 25 по 30. Это незаконно. Должны быть конкретные дни. Первое и 15, к примеру, число. Или 18 и 30. Вот это также нарушение, то есть в прокуратуре в данном случае будет опротестован локальный нормативный акт, и что представление возбуждено административное дело. А вообще вот не может не радовать, наверное, юридическая грамотность населения, да, люди прекрасно понимают, что означает невыплата налогов, что это отразится в первую очередь на их пенсии, на обучении их детей и так далее. И если, например, кто-то может говорить о доносительстве, то в данном случае вот такие обращения, а не насколько часто в прокуратуру? У нас обращений трудовых было в том году порядка 20. В этом поступило именно трудовых обращений около семи. Не так много обращаются, но хотелось бы все-таки призвать, чтобы в случае, если работник видит, что его права нарушаются, непосредственно обращайтесь в нашу прокуратуру, либо в районную. — Насколько мне известно, прокурор участвует в гражданских делах. Как это происходит? — Да, согласно статье 45-го Гражданского процессуального кодекса, прокурор вступает в дело и дает заключение по делам в основной на работе, а также о замещении вреда здоровью. Есть еще большая категория дел, но они к нашей прокуратуре не относятся, потому что у нас специфическая, например, лишение гражданских прав у нас не может рассматриваться. В связи с поднадзорностью только 18 режимных объектов. Поэтому у нас две категории. Это возмещение вреда подчиненного здоровью, чаще всего это морального вреда, и восстановление на работе. Что касается восстановления на работе, то есть в данном 2016 году, в феврале, у нас рассматривалось дело о сокращении заместителя исполнительного директора на ПАО Кузнецов. Его сократили. Основными доводами ИСЦА было о том, что ему предложили не все вакантные должности. В судебном заседании данные факты подтвердились, и, соответственно, суд пришел к выводу, что необходимо восстановить работника на работе. И то есть сейчас он осуществляет трудовую деятельность, несмотря на то, что его сократили. Сейчас восстановлен клик. Ну, вот мы говорили о сокращении, но я думаю, что вы знаете немало фактов незаконного увольнения, но сначала давайте примем еще один звонок. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Да, здравствуйте. У меня вот такая ситуация. Я работал на столе самогласия, но в том году у нас интервью месяц не выплатили зарплату. И до сегодняшнего года нам ее до сих пор так и не выплачивать. Почти год, да? Ну, почти, да, уже практически год. Мы работаем, в принципе, по трудовому договору. Вы пытались куда-то обращаться, как-то решать эту ситуацию? Не, мы пока не решали этот вопрос, но мы собираемся решать, потому что на собрегате работало три человека, и то есть никому источник людей, но никто не выплатил ничего. То есть вопрос, что делать, куда обратиться, правильно? Да, совершенно верно. Спасибо. Ну, уже подобный вопрос. Ну, собственно, аналогичный. Да, необходимо обратиться в прокуратуру, в Государственную инспекцию труда в Самарской области. И с этим желательно как можно быстрее. Нужно будет как-то подтверждать свою правоту ведь? Нет, почему подтверждать? Напишут обращение, укажут, что нарушение таких законов, уже по которой будет приняла проверка. И я думаю, все будет видно, прозрачно, что действительно зарплата на ней выплачена. К тому же, имеется трудовой договор. Александр Владимирович, не очень много времени у нас осталось. Еще бы хотелось, честно говоря, прояснить вопрос увольнений. И очень часто это делается через дисциплинарные взыскания. Собственно, механизм известен. Руководство собирает несколько дисциплинарных взысканий на работника и через какое-то время имеет кузырь на руках и может его уволить. Да. В случае, если работникам совершен грубый дисциплинарный взыскание, к примеру, прогул, это является непосредственным основанием для увольнения работника. Под прогулом понимается отсутствие работника на рабочем месте в течение рабочего дня смены либо свыше четырех часов. Также при неоднократном допущении работника в дисциплинарных взысканий также работник подлежит увольнению. А вот в каком порядке оно применяется в дисциплинарные взыскания? Прежде всего, с работника должны отобрать объяснение за два дня до привлечения к дисциплинарной ответственности. В случае, если работник, зачастую работники не хотят давать объяснение, думают, что как-то они от ответственности все-таки получится у них выйти, не дают объяснение, то необходимо составить соответствующий акт, который впоследствии в суде будет доказательством по делу. Здесь мы как-то в пользу работодателя уже больше говорим. Составить соответствующий акт. И, соответственно, в данном случае процедура наложения дисциплинарного взыскания не будет соблюдена. Также дисциплинарные взыскания должны быть соответствовать характеру совершенного проступка. И, к примеру, в случае увольнения при неоднократном совершении работникам дисциплинарного взыскания нельзя работника увольнять во время нахождения его в отпуске, либо на больничном. То есть тоже у нас был из практики пример, когда уволили сотрудника, у нас СЭМС, Самарский механический завод, уволил сотрудника, который находился на больничном за дисциплинарное взыскание. То есть сказал, что все законно изначально, но вот они не знали, что находился на больничном. Он позже пришел, предъявил больничный лист. Восстановили справедливость? Да, восстановили. Но, видите, все-таки обращаться в прокуратуру полезно бывает. Александр Владимирович, спасибо большое за то, что пришли к нам в студию. Нашим зрителям мы желаем работать спокойно, чтобы в отношении вас никогда не было никаких трудовых споров. Спасибо. Увидимся в ГУРДЕС. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин